ПУСТЫННЫЕ ВЗГОРЬЯ ЗАПАДНОГО ПРИСЫ КУЛЬЯ Не верится, что где-то рядом жаркие пляжи, толпы курортников, скопища машин. Ни души, только ветер. Может, потому здесь и сохранилось то, чего уже не встретишь внизу. Урочище Турасу. Тысяча лет этому безволному хороводу тюркских балбалов, отмеченных знаками былых человеческих судеб. Что высекал в назидание потомкам резец-своятеля? Меч воина, лик женщины. Ловчую птицу, которая с древнейших времен у самых разных народов почиталась священной. Да и ныне, рядом с воином, скульптор высекает сокольника с птицы. А вслед за сокольником – певца. Чалагыз и Манкулов. Этому старцу из Хорунду были подвластны оба искусства. И народ знал Чалагыза не только как Акына, музыканта, но и как Сокольника Беркучи. Знали люди и Турумбека, Карголдоева, что из села Оттук. Старая кинохроника сохранила редкостные кадры. Операцию на хвосте Беркута, которому какой-то хитрый лис, явно оказал достойное сопротивление. Ассистил Турумбеку молодой иссыкульский охотовед Геннадий Деменчук. Учился начинающий сокольник у Чалагыза, учился у Турумбека. А теперь нет ни того, ни другого. Теперь сам впереди. И надо идти дальше. Живет Деменчук в селе Турумбека, в Оттуке. Здесь дом, семья. Здесь начало и концы каждодневных дорог. Деменчук заведует питомником хищных птиц в урочище Семизбель. Но птицу только в питомнике не узнаешь. А Семизбель еще не весь Аллатов. Удивительно, как много знали старые киргизские соколятники. Только беркута насчитывали они 65 разновидностей. Начиная с орла, музмурут, берущего волка. И кончая белоголовыми, добыча которых ревень да лягушки. Трудно взять из гнезда птенца беркута. Это удел охотника Сайчи. Ловкого и бесстрашного. Еще труднее воспитать птенца. Титулом мулушкор величают киргизы знатока по выноске и тренировке ловчей птиц. И еще говорят. Мулушкордун, пушундай. И это очень лестная похвала человеку. Молодец, молодцом. То, что сделал Деменчук, не удавалось еще никому. Даже самому молодцу из молодцов. И для этого не пришлось лезть на отвесную скалу. Все буднично. Вот здесь, в вольере, в гнезде самки сокола, балабана, появились в пору цветения урюка три яйца. Что будет дальше? Ведь всегда утверждалось, что птица бросит гнездо, оскверненное прикосновением человека. Дневал и ночевал Геннадий Аркадьевич у гнезда. Словно ждал своего ребенка. Взялся делать вольер для маленьких. Вдруг будут. Четвертое яйцо. Ай да умница. А что только не говорили. Вот они, пушоныши. Впервые в неволе. Все четверо, как и должно было быть, если это вообще было возможно. Значит, возможно. Значит, есть не только подвиг силы, смелости, но есть и подвиг терпения, любви и понимания. Иной раз становится не по себе под взглядом бездонных глаз Сапсана и Лаачина. Кажется, на тебя смотрит сама мать природа. Видит тебя насквозь. Кто ты есть? Как чутко отзывается дикая птица на свое имя. Ласково произнесенная хозяина. Как чует его доброту и заботу. С осенью пришла пора шить для питомцев колпачок на глазник. Томого. Без томого нет ловчей птицы. И это не просто экзотическое украшение. Когда сокольник срывает с глаз птицы томого, сокол в раз обретает особую остроту зрения, сконцентрированного на главном. Вот так бы и людям. Хоть иногда срывать со своих глаз томого быта и суеты. Чтобы со всей свежестью восприятия увидеть главное. Как прекрасна жизнь. Как ранимо все живое. С какой надеждой ждет оно от человека его человечности. Любит Деменчук посидеть с друзьями на берегу озера. Поговорить о любимых птицах. О клубе Мулушкоров. Который надо бы на Иссыкуле создать. Да жаль, времени на такие встречи почти нет. В те дни, когда в Семисбеле проклюнулись четверо птенцов, появился на свет еще один пушеныш. Самый дорогой. Назвали Вадимом. Отчество Геннадьевич. Станет ли в Семисбеле одним сокольником больше? Поживем, увидим. Семисбеле. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.